В координационной группе оперативного реагирования рассказали, что из всех сигналов о нарушениях выборного процесса большинство имели характер подкупа голосов. На сегодняшний день граждане активны как никогда, ведь только в день выборов поступило более ста сообщений о нарушениях той или иной партии. В координационную группу оперативного реагирования поступали информации по различным каналам связи, в том числе нам звонили очень много представителей общественных фондов, средств массовой информации. Кандидатов в депутаты, представители политических партий, просто избиратели в день голосования и в день голосования вне помещения. Следует отметить, что это положительно, то что наши граждане не остаются в стороне и они за честные прозрачные выборы и за цветущий богатый Кыргызстан. В обществе бытует мнение, что о явке избирателей на референдуме, составившей 30%, нельзя говорить, что она высокая. Однако эксперты подчеркивают, что для демократических стран это хороший показатель. На предыдущих плебисцитах в Кыргызстане преодолевался барьер и в 50, и в 60%. Однако это были годы, когда партии и кандидаты не пренебрегали применением административного ресурса и подкупом голосов. А выборы и референдумы 2021 года отличаются открытостью и прозрачностью, подчеркивают эксперты. В тех же развивающих демократических странах, в той же Европе, во время выборов всегда голосуют 30-40%. Больше она не превышает. Это в мировой практике такое процентное число, когда всегда столько процентов голосующих. То же самое происходит у нас сейчас в Кыргызстане. Вот начиная с января и выборы были, и референдумы сейчас. Это говорит наоборот о том, что нет административного ресурса, давления нет и нет подкупов голосов. Также нельзя забывать и о таких нарушениях, как подвозы на избирательные участки и незаконные применения формы 2. Тем более, отмечают политологи, последние 29 лет граждане перестали верить в светлое будущее страны и просто игнорировали плебисциты или вовсе были готовы продать свой голос за бесценок. Эксперты рассказывают, что теперь граждане стали активнее. Представители власти не смогли оказать какое-то сопротивление, не смогли оказать какое-то влияние, чтобы привести их к силой. Это говорит о том, что каждый гражданин нашей страны осознанно делали выбор, осознанно пришли. А некоторые не пришли. Сознательные граждане, которые ответственно думают, что надо прийти и голосовать за судьбу страны, вот вчера они пришли и голосовали за Конституцию, за свою партию. Эксперты подчеркивают, что отличие нынешних выборов от прошедших в том, что на этот раз участвовало много новых партий, также была сохранена интрига. То есть, как таковых фаворитов не было. Отмечается и то, что раньше в Горкинеж приходили депутаты от провластных партий. На этих выборах власти действительно не вмешивались в процесс. До Станка Сканов и Сентурабы Киев, Аллату-24.